Всем большой привет! Меня зовут Софа. Спасибо, что заглянули. Сегодня я хотела бы поделиться с вами работами, которые мне удалось раскрасить за зиму 23-24. Сразу говорю, что каких-то сильно рождественских новогодних картинок не будет, так как раскрасилось совсем небольшое количество работ, но даже этим количеством я довольна. Я очень рада получившимися результатами, и, наверное, это видео выйдет по количеству картинок примерно как раскрашенное за месяц у многих. Но, тем не менее, я спешу с вами поделиться этими результатами, и давайте начинать. Сейчас я вам покажу, как я, в принципе, веду свой органайзер с введением именно, что касается картинок. Просто записываю на листочек, и у меня, получается, с 24-го года новый листочек. В январе, допустим, я раскрасила 5 работ, в феврале было 2 картинки, но это были 2 разворота. Также вот здесь вот у меня в вкладыше хранятся архивные листочки. Сейчас давайте я вам покажу. Так, интересно смотреть на когда-то законченные работы. И я, на самом деле, удивлена самой себе, что я это все записывала, потому что я вообще максимально человек безорганизационный, как это правильно сказать. И для меня очень странно вообще введение ежедневника, хотя я вот, кстати, с начала 24-го года введу bullet journal, и мне это реально доставляет удовольствие. Наверное, все-таки такое лирическое отступление, да, я все-таки поймала себя на мысли, что, возможно, какое-то творческое начало именно введения ежедневника все-таки меня до сих пор не оттолкнуло, и я это все дело не забросила. Мне очень даже нравится. Ну, плюс я не так много пишу, я больше там рисую и всякую-всячину клею. Так, и вот, получается, март 21-й, апрель 21-й. Смотрю на количество работ, прям не верю, что когда-то, когда я не так много работала, я могла себе позволить такое количество работ в месяц раскрашивать. Эх, были времена. Вот, ноябрь, декабрь, январь 22-го. А, кстати, галочки, это, получается, я отмечала картинки, которые я показывала в видео об итогах за месяц. Так, ладно, потом сложу это все дело. Давайте не будем тянуть. Начну показывать работы. Начну я, естественно, с декабря. Декабрь 23-го года, получается. Первая картинка – это моя прогулка по временам года от Риты Берман. И здесь я раскрасила вот такой вот замок. Очень давно хотела его раскрасить. И с ним такая приключилась интересная вещь, что я забыла, что он не последний в книге. Я перепутала со снежинкой из книжки «Круг жизни». И я выбирала между двумя картинками, чтобы мне раскрасить. Выбрала замок и начала красить его так, как планировала раскрашивать в круге жизни. Вот, это чернила от Малевич. А, лед и пламя. Да, это оно. Ну, естественно, здесь никаких разводов или как-то распадения никакого не наблюдается на блеск и цвет. Вот, ничего у меня не получилось. Хоть и бумага здесь, кстати говоря, неплохая. Она отлично выдерживает акварель. Но вот с чернилами, конечно... Чернила вообще вещь такая очень. Их вообще применять в наших раскрасках, как оказалось, в большинстве случаев бесполезно. Дальше будет работа, кстати, еще с ними. И там я наглядно покажу, что даже на очепот и бумаге, к сожалению, они не распадаются. Именно в раскрасках для них нужна, видимо, особая техника. Это раз. И во-вторых, соответственно, бумага получше. Здесь у меня полихромосы и сверху я еще все это перекрыла перламутровой, не перламутровой, а интерферентом от Пан Гога голубым. Вот так все это выглядит. Дальше был Крампус. Это был большой совместник в группе ВКонтакте. И здесь мне выпала картинка от администратора группы. Вот такие вот миссы, домашние духи в скандинавской фольклорной традиции. Но на самом деле мне очень тяжелалась эта картинка. И мне она не нравится, как получилось. Вообще редко ругаю себя, но... Почему-то вот я не люблю раскрашивать маркерами для подложки и доработка сверху карандашами. Я этого не люблю. Хотя я стараюсь себя приучать, потому что это проще. Я, кстати, поймала себя на мысль, что, возможно, это связано с тем, что это легко. И поэтому мой мозг считает, что это плохо. Вот. Не знаю, как объяснить. Ну, в общем, да. Есть у меня немножко такие отклонения какие-то непонятные. Ну, короче говоря, вот так вот получилось. Плосковато, как по мне. Но я думаю, что такая рисовка. Потому что, во-первых, я не поняла, что здесь с потолком. Почему он такой большой. И, ну, короче, очень странно все это выглядит. Ну, по крайней мере, ракурс такой какой-то непонятный. Ну, да ладно. Есть и есть. Такая вот живенькая работа. И в этой книжке пока что все. Но она уже не актуальна, если придираться ко времени года. Так, дальше «Игра престолов». Здесь у меня выполнено было две работы. И чтобы не доставать потом снова эту книгу, я покажу вам картинку, которую раскрасила в декабре и в январе, соответственно. Так. В декабре у меня раскрасилась вот такая вот замечательная санса. Здесь была подложка акварелью. Так. Нет, здесь была акварель. Наверное, здесь все раскрашено акварелью. Да, дорабатывала я только ее наряд. И немножко вот вижу здесь гуаши на шерстке. Это волка. Сейчас покажу поближе. Вот такая вот меховой такой капюшон получился. Прикольный. Мне нравится. Кстати, тоже здесь гуашь, по-моему, чуть есть. Ну и снежок крупный и мелкий. Мелкий делала брызгами, а крупный уже пришлось обводить по рисунку, который здесь был. Картинка мне очень нравится. Здесь много гранулирующей акварели. И благодаря этому она получилась такая мрачно-сумеречная. Так. Ну и вторая работа в похожей гамме, кстати говоря. Здесь я решила себя испытать и взяла карандаши сонет, которые графитовые. И решила ими полностью раскрасить картинку. Благо здесь неплохая бумага и карандаши легли неплохо также. Но все-таки для очень темных участков мне приходилось брать, по-моему, полихромосы я брала, черные, индиго. А небо здесь раскрашено маркерами без доработки. Вот такой вот Winterfell. Мне очень нравится. И я специально оставила такую фактуру бумаги. То есть не стала прямо сильно давить на карандаши. Во-первых, они уже проскальзывать начинали. Ну и чтобы такой легкий штрих оставался от карандашей, мне кажется, придает некий шарм этой работе. Такая техника. Дальше. Январская работа. Да, у нас уже пошел январь. Здесь у меня картинка была начата еще в декабре. И в январе я ее закончила. Такой вот амурский леопард. Очень понравилось мне то, что у меня получилось. У меня был референс картинки. Ну какой-то иишный, я так предполагаю, картинки с Пинтереста. И там такой был красивый закат. Он так прикольно ложился на снег. И леопард там был. Вот. Я постаралась немножко повторить все вот эти вот рефлексы на снегу, на заднем плане. И мне здесь очень понравилось, как легла акварель. Здесь у меня «Белые ночи», «Виста артиста» и «Доработка пруд фундрами». Такая вот яркая, сочная работа получилась. Следующая работа была в книжечке от Селены Феник, нашего АСТ. И здесь я раскрасила вот такую вот... Как ее зовут-то? Короче, Румбель Штильскин здесь главный персонаж. А ее не помню, как звали. Что здесь? Здесь подложка, где-то акварель, где-то маркеры. Бумага мне не понравилась. Ну, возможно, стоит попробовать подобрать какие-то другие материалы. Здесь немножко гуаши. Дорабатывала артексами. Поверх акварели. Здесь сено я раскрашивала акварелью. Маркеры здесь были под платьем. Вот на нем. И вот здесь тень на фоне. Кстати, на маркеры ничего так ложились. Карандаши. А вот на акварели пришлось, конечно, попыхтеть. Мало того, что они не хотели накладываться, так даже с блендером. Вот здесь вот видно, что осталась фактура. Дальше книжечка Гугелия. Я начала ее как раз-таки вот в январе. И тут у меня как раз-таки вот я использовала вот эти чернила. Река Стикс. Думала, что хотя бы на акварельной бумаге получится сделать тот самый эффект. Но нет. Они отказывались это делать. Здесь, в общем, была девочка в шлепках и лепесточки сакуры. Но я решила добавить, решила раскрасить вот эти вот помпушки как меховые какие-то изделия и сделать ее такой снегурочкой. Адаптировать под снегурочку. Нарисовала на фоне снежинки. Ну и куда-то же надо запихнуть эту реку Стикс. Я решила сделать ей подтеки наверху. Но это было настолько темно, настолько грубо, некрасиво. Я, в общем, у меня при том была вся картинка практически готова. В общем-то я очень сильно расстроилась и решила все это перекрыть с перламутровой акварелькой от луча. От луч, наверное, так. Не скажу, что стало лучше, но и хуже тоже не стало. Поэтому, в принципе, сгодится. В раскрашивании анимешных портретов у меня пока что пробел. Поэтому будем пробовать дальше. Книга очень классная. Долго она меня одержала. И вот только в январе, получается, я ее начала. Следующая книжечка «100 лучших мест планеты». Это вот одна из тех раскрасок, которые меня приятно удивила. Я долго на нее смотрела, увидела как-то у Алекс Норд ее и что думала, нужна она мне, не нужна. Думаю, такие здесь большие пространства, что можно только, наверное, акварелью сделать, что-то более-менее нормальное. Но боялась, что все-таки российская бумага и прочее. Решила здесь раскрасить базовый лагерь Эвереста. Акварель здесь ложится просто шикарно. Вот посмотрите, какие переходы, какая грануляция, можно так сказать. Здесь было много воды. Также здесь на флажках я тестировала мандалузы с размытием. Вот, ничего не протекло. Да, внизу была доработка призмами. Сверху не было доработки, только вот здесь вот я немножко затемнила, потому что что-то какой-то однотонный фон получился. Книжка довольно старая. Не знаю, сейчас ее выпускают или нет, но я ее нашла. Был последний экземпляр в нашем городе, в Читай-городе. И я в 16-й год. В общем-то, я не пожалела, что купила ее. Так, дальше картинка, которую я раскрашивала в феврале. Насчет... Здесь две работы я выполнила, но не буду показывать, наверное, вторую, потому что вроде как я ее раскрасила уже весной. Вот такой разворот я раскрасила в феврале. Так, да, уже у нас пошел февраль. Получается, вот две работы следующие будут, вот эта и следующая будут уже февральские. Значит, здесь Долорес Амбридж. Я недавно ее показывала в последнем видео о готовом за месяц. Я показывала также две февральские работы. Ну, здесь, наверное, расскажу чуть подробнее. Значит, фон я закрашивала акрилом от Таира. Хотела его потестировать. Вот искала подходящую картинку. Нашла здесь. Хотя в оригинале кирпички я все-таки решила сделать его однотонным. И мне очень понравился такой результат. На этой стороне гуашь-подложка, доработка цветными карандашами. Здесь вот эта сторона полностью раскрашена цветными карандашами. Книжка у меня, кстати, развалилась. Ну, я думаю, что если раскрашу вот эти вот первые странички, потом все это дело с клеем скотчем, чтобы уж был полноценный вид книги. И последняя работа, которую я вам сегодня покажу, это книжечка Ханны «Времена года» и вот такой вот разворотик. Вообще, каждая готовая работа, которая идет в копилку моих раскрашенных в книгах Ханны, это такой большой плюс к арме. Я Ханну люблю очень. То есть настолько, что я готова, наверное, все ее раскраски скупить. Кстати, ко мне сейчас едет через брата, я сказала, на ebay, Magical Dawn, то есть рассветный час в иностранном издании. До сих пор не пойму, зачем я это сделала, потому что Ханну я крашу вообще очень-очень мало. Вот, но это я отвлеклась немножко. Но я так довольна вот этим результатом. Вы даже не представляете. Мне очень нравится Ханна, но я совершенно не могу ее раскрашивать. Не умею, в смысле. Мне кажется, нужен какой-то особый подход к Ханне. И учиться заново раскрашивать, чтобы только Ханну научиться красить. Вот. Раскрашивала я здесь артексы, полихромосы, призмы. Вот такой вот результат. На этом все. Я благодарю вас всех за просмотр. Надеюсь, зима в каком-то раскрашивателе ее понимании была у вас не такая, не многословная, как у меня. У меня все-таки не так много работ за эту зиму. Но я планы годовые себе написала, конечно, больше раскрашивать, больше уделять время своему любимому хобби, несмотря на быт, несмотря на работу, прочее. Все-таки хочется в творческом плане тоже не отставать, чего я и вам желаю. и спасибо за просмотр. Всем пока!